сегодня 21 сентября 2022 года приглашаю вас на прогулку по своему саду и огороду сезон летний закончился пришла осень все приходит фазу сна но у меня еще одна есть клумба которая меня радует вот такая розовая клумба как я ее называю разучка еще прекрасно цветут астры уже конечно отцветают надо собирать семена питунья посмотрите какая питунья она держится из последних сил дождик правда прошел и поэтому она в таком неприглядном виде вот еще розочка пытается зацвести вон бутон набрала розы вон бутоны в общем все розы в бутонах стоят это вот розочку уже все цвела вот розочка цвела и вот малипусенькая розочка стоит смотрите и она набрала бутончик вот этот большой кустик я его и брызгала и что только с ним делала но все равно болеет поэтому вот эти все листики будут обрывать прямо на каждой каждой веточки да это конечно займет много времени но для того чтобы розочку оздоровить это нужно будет все убрать она еще цветет бутонов еще море но не знаю хватит ли ей сил подсвести еще как я и повторяю 21 сентября прекрасная тоже роза и вот и бутончик тут и все вот ну а я потихоньку навожу порядок а вот уже порылся рот уже поднял землю цветы уже все у меня клумбы практически в порядке все обрезано вот кто смотрит мои видео здесь были вот видите земля без травы здесь была грядка с цветами здесь у меня сидели кабачки вот здесь вот а вот здесь была грядка с цветами все теперь уже нету цветы я все распродала остатки просто раздавала и он еще не обрезанный стоит здесь я оставляю клумбу для трав которые используются для чая здесь у меня мелиса так что еще монарда и несколько видов мяты это у меня все остается здесь грядка с розами грядка с розами тоже приведена в порядок смотрите какой за несколько дней выпустил новый как он называется росточек вот под банками у меня уже начеренкованы розы гладиолусы пока еще сидят вот не удалены еще вот эти прекрасные цветочки мелкие тоже уже надо все удалять потому что они морозы не переносит хотя вот были два или три дня мороза и они выстояли вот так я в этом году розу обрезала очень сильно решила поэкспериментировать мои маленькие розы которые были из черенков вот одна цветет и осталось еще раз два пять розочек которые не продались тоже буду продаваться вот это тоже розочка но это красная по спрей здесь у меня пусто здесь росли цене их я тоже убрала вот мелиса одна смотрите какая интересная потемнела 1 стоит зелененькая прекрасная и и обрезала и она опять пошла то есть опять можно рвать на чай ирисы еще не обрезаны вот здесь я удалила уже все георгины маленькая клумбочка осталось тоже вот эти хризантемы остались непроданными ничего у забора у меня вот такой прекрасный вид смотрите какой вкус хризантемы это же просто чудо здесь уже все обрезано пересажен вот сюда большой куст пиона с центра который рос на газоне розочка плетистая которая тоже была пересажена прекрасно себя чувствует гвоздичка вот это хризантема она вряд ли зацветет я про нее рассказывала она сидит уже несколько лет у меня и не цветет ну в общем-то либо удалю не знаю давать ей шанс еще или нет но если она не цветет я поищу она уже не цветет луксы вчера откапывала поэтому в таком неприглядном виде это вот крокусики выскочили прекрасные и вчера мне свекровь отдала еще одну розу плетистую вот такая плетистая роза я ее посадила под яблоню потому что я бы не будет обрезаться она к сожалению загнулась видите вся засохла поэтому она мне здесь на участке таком страшном виде не нужно я ее обрежу здесь будет пенечек оставлю где-то на уровне ну вот до разветвления и по ней будет прекрасно плестись роза по этой яблоню в общем-то уже все практически убрана уст хризантема как же они мне нравятся вот если убирать вот эти вот отцветшие бутончики то она будет цвести очень долго бутонов еще очень много то есть она будет цвести до самых заморозков потом ее просто обрежу эти веточки прямо здесь и кино засветает высокоростная ромашка но ей конечно тоже сил не хватит но она пытается из всех сил в прошлом году она у меня вообще не цвела она болела в этом году более-менее нормально но я ее поливала поэтому она отошла здесь вот кустик цветов это тоже хризантема мелкоцветковая точнее название не могу сказать не помню просто вот и она вот цветет все лето и вот видите поздняя осень и осень и она все цветет причем я уже откапывала от нее и она молодец у меня радует меня своим цветением вот еще хризантем зацвела красивые вот эти хризантемки упали от дождя дождь и хребет здесь у меня желтая хризантема и тоже розовая тоже вот вот эти вот все конечно нужно бы убирать чтобы они не создавали семена и был более приглядный вид но все не успеваешь делать вот здесь у меня были кусты их я удалила землю выровняла и теперь у меня здесь будет газончик но там как у всех есть компостная куча вот две бочки уже приведены в порядок здесь у меня росли огурцы в них так это у меня грешечка стоит кепку опять скинут шляпу вот а здесь я посадила пересадила вернее сюда флоксы прям ряд флоксов небольшой получился и вот здесь хризантемки еще здесь у меня хризантемы которые просто я не знаю куда пока посадить они у меня шли тоже на продажу но к сожалению не успела их продать почему не успела продать потому что мы уже собираемся уезжать на рыбалку на селигер кто со мной уже давно те знают что два раза в год мы ездим на селигер вернее не два раза в год а два раза за два-три раза за лето все рыбалки мои наверное уже видели переходите на плейлист рыбалка и там более подробно можно посмотреть как мы рыбачим там не только рыбалка там и природа и с грибами мы ходим так что добро пожаловать на рыбалку с натали грядка хризантем полная еще осталось то есть все хризантемы которые у меня росли на продажу я их продала а это грядка у меня осталось посмотрите какая здесь красота это же просто чудо ну как этим не любоваться а вот эти кустики которые как я уже повторяю не зацвели скорее всего они все-таки у меня уйдут выкопанные хризантемы уже растут у новых хозяй смотрите куст кусты хризантемы здесь их по моему 5 кустиков посмотрите они только начинают цвести все усыпаны бутонами и очень жаль если они не зацветут но сами понимаете что погода осенняя 21 сентября и я боюсь что все-таки они не покажут себя во всей красе но ничего не поделаешь вот под теплицы у меня тут я несколько кустиков хризантемы тоже посадил не знаю какого цвета просто ради эксперимента земляничка которую я лечила все-таки она болеет видите все-таки а ее придется удалять безжалостно просто удалю чуть позже у меня просто еще есть несколько дней вот я ее просто вырву и в костер но потому что лечила пыталась зачем не химическая эта земляника если я выращу просто хорошую земляничку из семян вот ягодки это белая белоснежка называется сладенькая вот тоже земляничка вкусная сладкая но к сожалению придется мне с ней расстаться улитки и поели вот но некоторые кустики и оставлю потому что все-таки они пытаются расти уже здоровыми а либо еще есть один способ просто обрезать листву опять ее обработать чем-то и оставить уже до весны а весной уже смотреть посмотрим это вот у меня мята посадила в горшочек поставила но он к теперь конечно прирост землю корнями так теперь и будет здесь расти этот можжевельник вот эта клумба еще полностью не обработанная бересклет поменял цвет смотрите как здорово из зеленого стал розовый но розовые все-таки веточки идут вот его тоже надо формировать чтобы он был красивым компактным кустиком гвоздичка прекрасно себя чувствует гейхера вот эта ромашка пестролистная тоже надо собирать семена вот либо просто их обрезать и убрать потому что это все на сеется в следующем году здесь будет заросли вот этой пестролистной ромашки но она мне в таком количестве не нужно флокс смотрите какая прелесть осень а он цветет какая шапка очень красивый бархатцы которых не добил мороз вот вот эти вот все украшения уже надо убирать на хранение на зиму вот здесь у меня роза которую мне отдала сестра выкопала откопала она тоже прекрасно себя чувствует она конечно не по месту но у меня на тот момент не было просто другого места поэтому может быть здесь и и стал вот ну в общем-то клумба еще не обработана не обработан также еще у меня вот этот как сказать арка вот это вот не обработана видите она ее надо подрезать и чтобы она очень красиво смотрелась так она неухоженно смотрится и хочу вот похвалиться здесь у меня был завал дров видите какая большая территория площадь была занята дровами чем половину гнилыми гнилые мы конечно все поджигали здесь еще был с крыши вот с этого дома с крыши был вот этот вот материал не помню как он называется толь по моему вот она здесь была кучей и вот вчера уже поздно вечером я сгребала собирала в мешке и все это будет вывозиться вот стройка наверное никогда не закончится но муж один поэтому ему тяжело все успеть все сделать но по крайней мере за это лето мы сделали мы громко сказано конечно муж муж сделал вот этот навес ответить навес то есть там уже по крайней мере можно что-то ставить какой-то материал и он не будет мокнуть начал он ворота делать не знаю успеть до отъезда или нет но по крайней мере делает вот такая большая площадь я так рада потому что лежали вот эти вот которые вдали лежат дрова и они лежали посередине там место пустое а здесь все занято поэтому сейчас это все освободилось посеется газончик и будет очень красивый вид вот я хочу отойти к дому и показать вот то есть это будет большая территория под газоном и вот так вот будет вот эти столбы конечно тоже уберутся это у нас был летний водопровод бочка вот это уберется там зала там и сжигали мусор в ней она тоже отсюда уберется и будет очень большая территория под газоном вот ну а теперь идем в теплице подхожу к теплице вот одна из теплиц это теплица который мне отдала мамуля вот я на днях здесь все сделала грядки видеть еще даже колышки не забиты то есть я просто наметила и надо будет забивать эти колышки потому что они будут мешаться естественно о них можно спотыкаться вот сделала я три грядки сейчас я отойду будет видно вот три грядки я сделала посредине и две грядки по бокам здесь у меня я внесла в теплицу лилию которая пытается зацвести она стояла на улице все лето не цвела а сейчас сентября она пытается зацвести вот еще одна хризантемка за которой на днях приедут стенки теплицы еще не помыты тоже надо будет мыть здесь все перекопано и посеяно рожь рожь и еще какой-то сидират не помню как называется с улицы я перенесла сюда гладиолусы прикопала вот он пытается даже зацвести видите и остался здесь теплицы один перчик острый он так увешан весь так что тоже скоро его буду обрывать и может быть заготовки использую веревочки которые отвязаны веревки висят еще вот вот так выглядит теплица на 21 сентября вот здесь с улицы я занесла низенькую острову посмотрите какая она прелестная она будет долго долго цвести потом я соберу еще с нее даже семена осень наступила высохли цветы и глядят уныло голые кусты вянет и желтеет травка на лугах только зеленеет осень на полях туча небо кроет солнце не блестит ветер в поле воет дождик моросит зашумели воды быстрого ручья птички улетели теплые края желтее листья дни короче к шести часам уже темно и так свежи сырые ночи что надо закрывать окно у школьников пленей уроки дожди плывут косой стеной лишь иногда на солнце пеки еще уютно как весной готовят впрок хозяйки рьяна грибы и огурцы свои яблоки свежо румяны как щеки милые твои а 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 Субтитры создавал DimaTorzok